Ура-ура, Лига Чемпионов Казани! Без малого три года прошло с того момента, как казанская Динамо Акбар сыграла свой последний домашний матч в Лиге Чемпионов. И вот главный турнир Старого Света снова в столице Республики Татарстан. 7 декабря в 19 часов наша команда примет на своей площадке французский Безье. Все равно уровень абсолютно другой, заряд другой, там даже вплоть до формы, там нанесение на форму, это тоже всегда такое шоу и радость. Это очень крутое соревнование, вот у меня так вообще, я первый раз участвую в Лиге Чемпионов, для меня это на первое. Напомним, что Динамо Акбар стартовала в турнире гостевым матчем против турецкого Фенербахчи, по ходу которого вела в счете 2-0, но не смогла удержать преимущество, в итоге уступив одной из сильнейших команд Европы. Тем не менее, один балл, заработанный в турнирную таблицу в Турции, может сыграть очень большую роль в концовке группового этапа. Это грандиозный опыт, очень хорошая игра, главное сделать правильные выводы, потому что первые две партии были запредельные, и они вымотали настолько, что ты как раз не смог там чуть-чуть дожать. И болельщики в Турции, это конечно что-то вообще, там не было слышно свистка на подаче, они гудят тебе в ухо, это очень прям, ну слава богу, без фаеров, и там не бросаются в тебя ничем, поэтому, ну, это Лига Чемпионов, и это очень круто. То, наверное, немножко сил не хватило в концовках партии, когда нужно было 3-1 точно выигрывать, к сожалению, сил не хватило. Уже немножко все остыли, немножко пережили, ну, сильно переживали, конечно, за то, что свой же матч проиграли. Сейчас, в принципе, все в хорошем настроении, впереди и ответный матч, и девочки сейчас с Францией будем играть, поэтому все замечательно. Безье Волей, первый коллектив из Франции, с которым сыграет казанская команда в своей истории. В прошлом году команда из небольшого городка на берегу Средиземного моря второй раз в истории завоевала серебряные медали чемпионата Франции, а в 2018 году и вовсе выигрывала титул чемпиона. Поэтому смело можно сказать, что в последние 5 лет Безье является одной из сильнейших команд Франции. Во-первых, они потрясающе начали проводить чемпионат, то есть вначале они там притирались, сыгрывались, они недавно выиграли там чемпиона французского чемпионата в хорошей форме, очень яркие, там свои девочки нападающие, хорошая связка. А у связки фамилия Кинг, я хочу сфотографироваться. Мы посмотрели видео, разобрали девчонок. В принципе, хорошая игровая команда, я думаю, что будет зрелищный волейбол завтра. Состав француженок вряд ли широко известен любителям волейбола в России. Звезд мирового уровня там нет, но есть участница Олимпийских игр, да и представлена команда девушками из 9 стран. При этом в межсезонье Безье обновился более чем наполовину. Это стало причиной того, что клуб тяжело вкатывался в сезон. Первая победа была добыта лишь в пятом туре, а до этого были два поражения от действующего чемпиона страны Мюлуза в чемпионате и матче за Суперкубом. А вот после этого команда Фабьена Симонде одержала 7 побед в 9 матчах и приехала в Казань с серии из трех побед подряд. Которая, кстати, началась с виктории в матче первого тура Лиги чемпионов. Дома Безье не испытал проблем против болгарской Майрицы, уверенно победив 3-0. И все равно европейский волейбол всегда отличается своей цепкостью, азартом. И за счет этого всегда они набирают много очков и доставляют неудобства. Поэтому, я думаю, тоже будет очень красивая игра завтра. Поэтому тоже и мы ждем, и, я думаю, болельщики ждут. Поэтому ура-ура, Лига чемпионов в Казани! Пока! Долгожданная Лига чемпионов в Казани. Встреча «Динамо Акбарс» против французского Безье состоится 7 декабря в 19 часов по московскому времени. Мы будем очень рады видеть вас на трибунах обновленного центра волейбола. А у кого такой возможности, к сожалению, нет, то включайте телеканал «Матч Арена», чтобы вместе поболеть за наших девушек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова